Вот такие получились 4 булочки из той баночки, такая вот банка я показывала, с тестом, да, с готовым тестом. Открываешь эту банку и такие вот булочки. Ну, видимо, я немножко неправильно ее открыла, и у меня тесто... Ну, короче, открыла, положила, поделила на 8 равных булочек. Ванилином пахнет на весь дом. Сейчас будем пробовать. Я кусочек отковырнула, съела. Ну, вкусно. Вкусные обычные булочки такие, вот прям как... Не знаю, что-то, может, похоже даже на круассаны, не знаю. Но на этой упаковке, в этой банке было написано, что очень много добавок. Эдитивз вот эти я не люблю, когда с риском, с большим, там, красным цветом обозначены, да. Ну, вернее, это в моем приложении, когда я проверяю каждый продукт, здесь новый. По-моему, там 13 или 15 добавок. Но один раз попробую, все, больше покупать не буду. Вкусненько. Правда. Ну, с такими добавками. Там всякие металлы, там красители. Там указаны просто металлы, представляете? Ой, я просто даже боюсь повторять, что там есть. Ну, все будет хорошо. Коренбред испекла. Ну, то есть кукурузный хлебушек, да. Как его показать? Он получился у меня вот такой вот. Но вообще его надо было 15 минут, я подержала 20. Ну, считаю, это нормально. Просто форма должна тут квадратная, конечно, потому что он должен получиться более потолще и не такой расплывчатый. Ну, раз у меня такая форма, ой, горячо еще, горячо. Вот. Ну, вот такой вот он в разрезе получается, да. Вообще, мне очень нравятся вот эти все выпечки из кукурузной муки. Ну, вот я посмотрела на упаковке, да. Там тоже указаны добавки, и два из них не очень хороших, красным цветом обозначены. Ну, на упаковке, ну, мое приложение, короче, сказала мне это, то, что на упаковке. Потому что я, приложение считывает штрих-код, и все потом объясняется, да. Там я захожу и смотрю, какие именно добавки. Я вот к чему говорю, что, так как я люблю вот этот вот кукурузные все выпечки из кукурузной муки, просто, наверное, мне придется купить кукурузную муку. Ее очень много везде она продается. Здесь столько мексиканских всяких и соусов, и муки, и всего на свете. И я думаю, что просто в интернете найду какой-то рецепт вот такого хлеба, и буду выпекать. Потому что очень вкусно. Вот я попробовала реально, я могу вот сейчас съесть вот эту половину, реально половину этого хлеба. Вот такой я любитель несладкого. Он не сладкий, тут много соли, кстати. Вот. Но просто любитель вот кукурузы. Даже я бы не сказала раньше, я в Беларуси вообще кукурузу не любила. Я и так не люблю ее в отварном виде, а вот консервированное здесь я полюбила. Особенно такой крем-стайл, где она такая кремовая. И вот всякие выпечки, и в мексиканских ресторанах вот такое вот мне нравится. Снова вот иду второй раз в банк нашей деревни. Он совсем недалеко, этот банк. Ну, конечно, будет видео трястись. Наверное, лучше его так не снимать. Если я быстро, надо только медленно-медленно идти. Вот указатель указывает, что Orangefield, деревня, вот там слева. Если повернусь за заправкой, там слева заправочная станция. И если очень хочется кушать, и дома нечего. Смешно, да, сказала Оля. То можно зайти на эту заправочку. Вот это вот 5 минут, 3 минуты от моего дома. От моего, да, от нашего. Самое иногда смешно. Вот. И там он справа уже банк. Вот это вот школа, да, школа такая. И там он справа за... Тут, наверное, гаражи школьные, да. Это я как-то уже тоже показывала. И там справа банк будет. И, конечно, я так необдуманно одела открытые босоножки. Надо кроссовки, потому что дальше мне шуровать нужно по вот такому... По вот такой вот траве. Ну, ничего страшного. Вот. Снова это я, наверное, показывала, да. Там можно постричься, вот, сделать ногти и тату справа. Иду и хочу, вот, ловлю себе на мысли, что очень сложно вот смириться с другой культурой. Вот нет автомобиля у меня, да, и нету тротуаров. И вот, вы понимаете, вот, когда идешь... Ой, ну, сложно мне смириться с тем, что нету тротуаров. Вот. Такие вот донатсы там вкусненькие, вредненькие. Машинка поворачивает, а я прохлаждаюсь медленным шагом. Ускорилась. Так вот. Ой, бляха, муха. Я просто, вот, понимаете, вот, когда здесь вечером нельзя гулять, там, ну, вообще, где опасно, где никто не гуляет. Только, наверное, по туристическим местам все гуляют по вечерам, да, допоздна, на двух. В районе, где бары. А так вот, чтобы прогулки такие большие, не знаю, не знаю вообще. Не знаю. Ночью не было в Хьюстоне, только в туристических зонах возле Хьюстона. А вот, ну, Хьюстон как большой город, чтобы посмотреть, как там. Как там это все с прогулками, с ночными, да. Вот, а здесь вот этот Second Hand, который у меня была в среду. Ну, вообще, он открыт четверг. Это было сколько? Две недели назад. Он открыт четверг, пятница, суббота. Ну, тогда в среду я смотрю, здесь были машины, я зашла. Ну, ничего там такого вообще хорошего не было, кстати. Из двух вещей, что я туда взяла, одни джинсы я выкинула, штанишки такие выбросила. Два доллара. А вторые за два еще лежат, но... Я думаю, зачем я их выбросила? Ну, просто даже не хотела, чтобы Билли вот это показывает, да. То есть я вторые, скорее всего, сюда же и отправлю. Я их постирала, они лежат, и вот как накопится снова что-то, я так и отправлю. Вот. Это церковь, я уже говорила, да, церковь. Литеранская церковь. При ней магазин и все вот эти вот всякие. Ну, это не пожертвования, просто сдают вещи, кому что не нужно, вот там на заднем дворе. Погода обманчивая сегодня, так как солнце, солнце, да, 32, ветерок. И я вышла у нас на улицу, думаю, ай, не буду одевать никакую кепку, шапку, шляпку, потому что очень жарко. Вот там, видите, вот он лежит целый, я как турист снимаю, да, как бы. Целый склад вещей вот там вдалеке. Это все люди привозят, и потом они разбирают. Но это все обработано. Запашок такой, как вот и в Беларуси в секунде, такой вот запах, да. То есть они сначала, наверное, разбирают эти вещи, они проходят обработку, так как, чтобы у них было разрешение это продавать, или как это объяснить. Ну, в общем, так, там впереди где-то должен банк. А, до банка еще, он до того большого дерева идти. Так вот, я не одела никакую шапку-кепку, потому что считала, что ветер и не жарко. Я ошиблась. Здесь очень такое, знаете, коварное солнце. Надо всегда с собой головной убор. Тут тоже вот ресницы можно делать, ногти. Короче говоря. Здесь стоматология. Не дай бог, конечно, туда. Чуть-чуть-чуть, еще будет хорошо. Дорого, дорого. Конечно, очень хорошо. Не больно, как они меня лечили единственный раз здесь. Дорого, но быстро. Снова дентал-центр. Стоматология. Прям две стоматологии на одной улице, рядом друг с другом. Это интересно. Вот там за большим деревом, там банк. И вот там на улице можно получать деньги, ну, как банкоматы, ЭТМ. Но это какие-то своеобразные ЭТМ. Ну, банкоматы, да? Ой. Что-то тут обнесено. Я напрямую вот хожу. А что мне? А кто мне что запретит, да? Тут что-то вообще огорожено. А, не огорожено просто. Что-то краска, блин. Сейчас еще в краску влезут какую-нибудь. Надеюсь, я не влезу. Вот. Ну, я так понимаю, что это, ну, я не знаю, это банкоматы, я бы назвала. Но это не такой стандартный банкомат, как вот есть тоже в торговых центрах, там, везде, в магазинах больших, как Волмарт. А это, наверное, другого рода. Ну, я знаю, что Билли, если нужен кэш, он останавливается и вот, снимает в этих банкоматах. Снова операция в банке заняла. Я снова показываю этот секонд-хенд, он там все сгружено. Им, наверное, нужна помощь. И вот вы знаете, что я даже думаю? Может быть, мне подойти к ним, предложить помощь. Просто, ну, волонтерство, понятно, что. Не знаю. А потом уже думаю, может, я обленела уже достаточно, чтобы просто так за деньги еще, ладно, поработать без денег. Не знаю, но это... Вообще, я даже не читала лютеранской церкви. Надо прочитать хоть что. Ну, церковь и церковь. Но прочитать нужно. Ну да, сегодня закрыт. Вот мой секонд-хенд. Вот, может быть, я сюда... Ресейл. Ресейл. О, господи. Ресейл-шоп. Секонд-хенд. Секонд-хенд. Ресейл-шоп. Ну, короче, секонд-хенд. Наверное, в четверг я подойду и что? Спросить что-нибудь. Ну, вот, а реально, чем мне заняться? Мне заняться не о чем. Может, мне сейчас дорогу перейти? Ладно, перейду потом. Пускай они уже едут на свои светофоры спокойно. Вот. Не забыть бы о своем желании поработать волонтером. Возможно, забуду к четвергу. Схожу в это и то я, наверное, поленюсь. Вот моя прогулка, понимаете? Вот 10 минут до банка, 10 минут от банка. Думаю, ну, вот сходить в Walmart. А что я там не видела? Там ничего нету. Может быть, сходить в доллар-чри. Но это очень далеко. Это идти полчаса 35, то есть 40 минут. И если там бывает, что иду-иду, через 20 минут у меня клинит ногу, и я уже начинаю медленнее идти, да? То есть, ну, у меня проблемы там свои, да? И так, тут никто не поворачивает никуда. Ну, тоже вот можно прийти покушать донаты. Донатсы, если голодный. Вот, смотрят машинки, думают, вроде как на бродягу не похоже, да? Не бродягу с виду. Но почему же пешком? Я думаю, этот вопрос возник у всех в голове, кто встретил меня вот на моем пути. И вот дорогу нашу так и не доделали. Вот эта часть, по которой я иду, она по-прежнему закрыта. То есть, им нужно вот эту пунктирную линию, во-первых, перенести. Будет... Так, сейчас там по одной, да? Однополосная. А потом будет двухполосная, да? Ну, пока вот еще они это не сделали. Ну, долго строят. Вот сколько мы сюда приехали, они начали строить, реконструировать, расширять. Ну, в принципе, они все доделали, наверное. Обочины они сейчас эти не будут доделывать. Все нормально. И только пунктиры эти перенести. Я так понимаю, асфальт везде новенький, хорошенький. Вот. Цветочки какие тут. Вот так я выложу. Вышло не накрашено, ничего. Ну, такой ветер тут бессмысленно. Лаки я не использую. Хвостик какой-то вам завязала себе. Бессмысленно. Какие тут лаки. Наделала вот эти новые... Новые очечи. Они джусины, да, джуси-патюханы. Ну, это все вот дешевые бренды, которые на распродажу 10-13 долларов. Если в каком-то, может, Нордстром, вот, ну, если я буду в Юстоне, скажу, Билли, давай мы заедем, потому что мне там нужно для мальчишек еще кое-что посмотреть на своих. Ну, для зятей, для сына, да, в Беларуси. Вот. Там, наверное, вот могу я найти то, что мне нужно. Если мы будем... Вот впереди у него будет 4 больших выходных. Если мы доедем до Хьюстона. Ну, что доехать? Полтора часа. Час до окраины Хьюстона и полчаса туда, куда надо. То есть там любой... От любой точки в другую точку полчаса, 40 минут. То есть, ну, огромное расстояние, да. Вот. Вот я хотела даже посмотреть, вот как... Какие бренды вот очков в Нордстроме. Или я... Ну, вот так Ольга сегодня выходит. Или я думаю, что лучше, наверное... Вернее, не лучше. Ну, для моего кошелька лучше в Нордстромрек. Потому что в Нордстроме я ни разу. Мне было... В Нордстромрек было дважды. Ничего не купила. Не знаю. А, жалею, что там рюкзак. Там был классный рюкзак. И я как-то одумалась потом. Говорю, били, давай вернемся. Мы туда не вернулись. Это было в прошлом году. Вот, может, там я и увижу что-то такое классное. Название нашего комьюнити. Марша Стейдж. Тут они уже дорожку вот эту сделали к нам подъезд. Потому что они тоже были... Разбили ее, раскурячили. Вот, восстановили почти. Я не считаю, что они ее вот хорошо восстановили. Вот, смотрите. Ладно, что вот этот подъем выше. Но там вот, короче... Странно для меня. Короче, везде делают абы как. В любой стране могут запороть любое дело. Ну, и вот мой домик. Такой, кажется, большой. Ну, конечно, огромный. Нам двоим это очень много. Но маленькие дома были только довольно-таки в таком потропанном виде. Вот что мы смотрели, где он хотел в деревнях. Там вид, райдер, видер. Рядом. То есть, вот это было как бы... Человек смотрит, он думает, кто тут шарится. А, я здесь живу. А там вот они купили домик. Молодая пара, красненький. Вот тот вон. Так, приготовилась моя говядина. Ой. Прямо точно как в этом мексиканском ресторане. Но они готовят на гриле. Ой, налетели вон брызги рядом. Вся плита в брызгах. Все отмоем. Вот, это для тако. Это я ее так стиками пожарила и лучок еще добавила. Вот. Такая еще горячая. Но может, это минут через 30 подъедет. И тогда я еще подогрею. Ну, здесь вот я два авокадо порезала. Латук достала. Думаю, достаточно нам одного этого вилочка латука. Латука, латука. Помидорки и зеленый лучок. Что нам еще нужно для пако? Ну, собственно, нам нужна упаковочка с самими тако. Ну, то есть, тако это весь комплект вместе с мясом, с овощами. Сейчас откроем. В упаковочке вот 12 таких вот емкостей для тако. Они, наверное, по вкусу, как я покупала мексиканские чипсы. Видимо, много соли. Я даже не прочитала, сколько здесь. Соли нету. Шугара нету, соли нету. Да ладно. Ну, ладно, поверим. Не пробовала никогда, не брала такие готовые. Вот посмотрим. Ну, ужин, я считаю, нормальный. Ну, плюс мяско. Да? Хорошо.